Всем привет! Мы собрались с Миленой в Варшаву поехать. У нас время сейчас 11.25. В 12.17 идёт электричка до Варшавы. Едем забирать документы, которые уже перевели на польский язык. Сегодня никак не могла видео опубликовать. Возникла проблема в том, что в редакторе, в котором я делаю, он не может загружать фильмы больше, чем 8 минут. Это я только потом поняла, потому что вчера весь вечер я монтировала, укорачивала, укорачивала, в итоге плюнула. Сегодня утром мне пришлось заново его монтировать. Сначала записала один ролик, 8-минутный, и потом уже сделала продолжение. То есть записала два ролика, потом их соединила, и получилось одно видео. В общем, в этой программе, в которой я делаю, можно только вот так. Если кто с этим сталкивался, Power Director называется программа. А кто с этим сталкивался, то имейте в виду, что вот такая проблема может быть, что единоразово 18-минутное видео не получится смонтировать. Ну, смонтировать получится, но его и проект сохранить получится. Не получится его видео записать, чтобы оно сохранилось где-то, даже не важно где. Он будет вам писать, что не хватает места, не хватает места. Это не в телефоне места не хватает, а именно вот такая вот проблема. Стройка идёт здесь. Мы приближаемся к этому. В общем, на электричку. Мы уже на станции. Купили с Миленой два билета через электронный этот. В общем, несколько минут постояли, но сделали. У неё со скидкой. Мой билет стоит 8-10 слотов. У неё 5-10 слотов. Сейчас поедем, покажу, как внутри электрички будет. Елена спряталась от солнышка. А я пока работаю, сижу с кандидатами. Сегодня мне пришлют список вакансий. Я вам потом покажу. Меня спрашивают, ребята. Попробуй разбери, куда тут ехать. Ничего не понятно. Ещё в московском ты метро путаешься. А здесь ещё не на нашем языке. Это вообще... Короче, купили билетики. Сначала не знали, куда вставлять. Потом поняли. Мы увидели, что их надо вниз ставить. Потом сверху их забрать. В общем, мы купили билеты 75 минут на целый день. То есть нам нужно две станции туда проехать. Ну, то есть две пересадки делать, куда нам надо. А потом ещё назад. Да, да, да. Теперь у нас там не был. Да. Мы идём, короче, как включилось всё ярко. Вы уж испугались. Было темно-темно, как загорелась эта вся штука. Всё, мы сейчас перешли на второй ветку метро. Одну станцию нам проехать, и мы будем на месте. Мы сейчас пока шли. Значит, нам нужно было ключ делать себе. Милене для квартиры, потому что на школу будут ходить. Сделали ключ. Вообще, 3 секунды, 10 злотых, ключ готов. Купили сразу Милене два брелка. Один там у неё лазерный. И здесь напишем номер телефона родителей, чтобы был на брелке. И адрес. Сейчас поедем, одну станцию проедем, и в центре Паршавы будет. Всё, ребята, мы в центре Паршавы. В самом-самом её центре. Как только мы вышли из метро, сразу увидели всё такое, знаете. В метро ехал тоже мужичок один, понятное дело, бомжеватый такой. На ходу прям пиво пил. В общем, полвагона были пустые, потому что от него жутко пахло. Это так сказала там ходнопани. В общем, идём с Миленой по навигатору. Посмотрим, куда нас гугл-карты приведут. А я вам вот показываю, какие тут постройки. Думала, ты что-то уронила. В общем, мы забрали с Миленой документы. Все, которые нам нужны были переводы, всё забрали. Очень быстро всё это получилось. Сейчас идём назад. У нас карточки метро действуют по времени. Сейчас приедем к месту, где электричка, и посмотрим расписание. А то вдруг нам придётся её ещё долго ждать. Всё, мы сели назад в электричку. Купили сейчас торт. Завтра Руслан на день рождения. И пили ему торт. Едем домой. Елена играет. 24 минуты ехать нам домой. Вот так выглядит коробка для торта. Прям как для моего мужа. Ребята, мы забрались домой. У нас чудесная новость. Мы с этими всеми переведёнными документами с Варшавы. Мы сейчас будем обедать голодные. У нас на обед отбивные и картошка. Мы вернулись с Варшавы, значит, пошли сразу в школу, естественно, к директору со всеми документами. Она у нас все документы приняла и сказала, что завтра Мелена идёт в школу. В 11.45 у неё начнётся первый урок. Её учительница говорит по-русски, поэтому это ну просто настолько повезло. Вот и вообще, мне кажется, так не бывает, но чудеса случаются. Её учительница говорит на русском языке. Завтра ей должны выдать какие-то учебники или что там, я не знаю. В общем, завтра мы пойдём в школу и уже расскажем о том, что у нас было. Пока я Мелену отведу в школу на 11.45, а я пойду делать ПЭСЭЛ. Это документы, как у нас ИНН, для себя и для дочери. Что будет дальше, покажу, расскажу. Всё, на этом с вами прощаюсь. Мы очень устали, голодные, поэтому всё. Пока-пока, следите дальше за новостями. Сейчас открыла почтовый ящик, лежит письмо. Я думала, честно говоря, что эту карту мне прислали, но нет. Потому что здесь ни марки, ничего. Как будто просто положили в этот почтовый ящик. Но написано Мария, насколько я поняла. Хочу позвонить хозяину, чтобы он сказал. Или это, может быть, предыдущим жильцам прислали. Потому что здесь бумага и вот что-то ещё лежит какое-то. Или кулончик, или что-то такое. То есть предназначено, насколько я поняла, для Марии. Вот. Я думала, что это карта. Ничего не вскрываю, всё оставляю. Буду звонить хозяину. Сейчас вам покажу. Дали вот такое расписание. Завтра у нас среда, 15 января. И вот Милена в 11.45 пойдёт уже в школу. Я её поведу, познакомиться с педагогом. По этому расписанию я ещё, конечно, ничего не понимаю. Они мне там что-то объяснили. Я поняла, там где-то бассейн, там где-то что-то. Ритмика, физкультура. В общем, ещё не до конца всё понимаю. Уроки религии она посещать не будет, сказала учительница. Потому что наши религии отличаются. Поэтому она говорит, ну, не зачем ходить. Говорит, можете в Варшаву ездить. Там, говорит, есть вот эти школы именно, где православие. Вот. Но, в принципе, и всё. Милена, она сейчас выкажу. Милена, расскажи о своих ощущениях. Милена очень стеснительная и молчит. Она сегодня радовалась вместе со мной от счастья. Потому что, наконец, пойдёт к детям. Сейчас я вам расскажу прикол, как я за хлебушком сходила. Это, знаете, есть такой яролаж. Ничего себе за хлебушком сходила. Короче. Очереди большие в магазине. Я пошла оплачивать на кассу самообслуживания. У меня тут немножко продуктов. Дома покажу, что я купила. И, значит, хлеб. И там нужно было... И думаю, ладно, не буду выбирать русский язык. По польскому языку и так знаю, где что нажимать. А хлеб никогда раньше не пробивала. Ну и, значит, я все продукты пропикала. Остался у меня хлеб. И там, значит, надо было... Хлеб я выбрала какой. Надо было выбрать ещё какая-то табличка. И надо было какие-то цифры туда обводить. Три цифры. Мы думали, что это окончание кода. 590 этого хлеба. Я, значит, спрашиваю соседке у полячки. Говорю, помогите, как тут надо что нажать. Она говорит, смотрите. Вот, наверное, 590. Мы набираем 590. Значит, и он мне выдает чек. Одна тысяча там, 300 с лишним злотых. Она смеётся. Я говорю, ничего себе. Сходила за хлебушком. Сзади стоит у меня тоже парень. Тоже говорит. Это. Смеётся, стоит. В шоке. Увидела этот чек на 1300. Стоимость хлеба. Тут кассирша подошла, рассмеялась. В общем, она говорит, надо выбрать количество штук. Еден, еден. И я поняла, что это количество хлеба надо было выбрать. А я выбрала количество хлеба 590 штук. В общем, вот так. Всё, иду домой. Меня дома ждёт Милена. Руслан. Моя тетя всегда учила смотреть всегда, чтобы в конце за тобой дверь закрылась. Закрылась. Ещё у нас тут такие выключатели есть. Вот я нажимаю его, свет включается дальше. А потом он сам гаснет. У нас в шкале был свет, который сам отключался. Ну, датчики движения стояли. А здесь мы на кнопочку нажимаем на каждом этаже. Вот так. И идём. Он потом сам гаснет. Тоже очень удобно. Я вот такая сочинка прикрываю. Я уже в этой куртке и в кроссовках. Я уже зажарила зимние одежды ходить. Если честно. Денёк сегодня выдался. О, Милена меня встречает. Открыла мне дверь. Мамка пришла. Тетрадку тебе красивую принесла. Учиться же будешь. Такая? Я думала, поменьше. Других не было. Я тебе решила выбрать самую красивую. Я думала, обычную тетрадку. И взрослую. Так обычную тетрадку, наверное. Не надо, я себе заберу. Мне для работы очень даже надо. Прикольно. Типа кармашки для бумажек. Набор. Что там? Да, ничего такого. Набор. А, набор купила, да. Набор хлеб. Да, отбивные для мяса. Такие вкусные отбивные. Так понравились нам. Милена две шутки съела. В общем. Что-то любим мы поесть. Ребята. Вообще. Всё. Ещё хотела рассказать прикол в Варшаве. Я вообще удивляюсь, как мы с Миленой поехали. Первый раз в Варшаве. И, в принципе, за два часа все свои дела сделали. У нас было метро, две пересадки. На одну линию, потом на другую. То есть мы, в принципе, по навигатору посмотрели, где они понимали, спрашивали у людей. Все нам показывали, что либо на той, либо на той стороне перрона нужно стоять. Встретили девчонок. Девчонки были с Украины. Я просто иду, мне нужно понять, как нам попасть туда. То ли по переходу идти, то ли идти через этот, по дороге. Я говорю девчонкам, как бы, как мне попасть туда? Они, значит, думают. А я им говорю, подшибу я туда. Они стоят друг на друга, смотрят. И я думаю, ну, стою, думаю, что же они мне скажут. И одна другая спрашивает, типа, как там пройти? Ты, типа, лучше знаешь. Я говорю, девчонки, мне нужно на электричку. Они такие, так бы сразу. То я на ломаном польском, они на ломаном польском. В общем, потом мы друг друга поняли. В общем, в итоге они вообще не знали, что там, оказывается, есть электричка. В Варшаве, где есть Веленская галерея, там как раз-таки вот приходят все электрички. Вот, значит, вот такой получился у нас эпизод.